Поблюдай БТТ, и дружинский БТТ, Поблюдай БТТ, и дружинский БТТ! Через игру к вещам серьезного спорта, но познавательное мероприятие «Транспорт, улица и я» провели в рамках операции «Внимание, дети». Его участниками стали воспитанники подготовительной группы одного из детских садов. На пути следования их ждали задания остановки, предварительно детей разделили на две команды. Это капитан команды светофорчиков, и ездить они будут на красной машине. Новая перекраска машины. А это капитан команды моторчиков. Они будут передвигаться на зеленой машине. Бери скорее зеленую машину. Как правильно переходить дорогу, если нет светофора? И не только пешком, но и на велосипеде. Отличать разрешающие знаки от запрещающих. Инспектор с детьми еще раз закрепил знание о том, что без удерживающих устройств путешествовать в автомобиле нельзя. Сели в автомобиль, маленькие дети. Как должны сесть? На кресле. А сейчас поднимите ручки. У всех есть автокресла? А вы всегда прифтюгиваетесь? Да. Не прячетесь от сотрудников поставтоинспекции? Нет. Помощь в проведении мероприятия оказали и родители. Причем с явным удовольствием. Вообще, говорят, такие познавательные игровые занятия необходимы. Ведь ребятам из подготовительной группы на следующий год идти в школу. И на пути к ней они должны уметь себя вести правильно. Это очень нужное знание, потому что вот именно в таком виде ребенок запоминает очень сильно и учится. Поэтому надо проводить такие занятия обязательно в учреждениях таких. Тем более сейчас подготовительные. Они собираются в школу. Пусть дети участвуют, запоминают. В этом детском саду оборудована одна из лучших в городе автоплощадок, которая дает возможность постоянно проводить занятия. Говорят, это очень удобно. Дети ежедневно между делом на прогулке еще и еще раз повторяют правила дорожного движения. Условия нашего детского сада, наша автоплощадка позволяет закреплять знания детей о правилах дорожного движения в практических ситуациях. Подобные мероприятия мы проводим в теплое время года. И сегодня мы затронули такие важные вопросы, как переход велосипедиста через пешеходный переход. С наступлением осени вновь возникает тема светоотражающих элементов на одежде. Теперь у воспитанников этого детского сада такой проблемы не будет. Каждый получил свой личный флигер. Если начинать с дошкольного возраста обучать малышей правилам дорожного движения, то у нас вырастет поколение, которое будет законопослушным. И, конечно же, уменьшится авария на дорогах. Уважаемые взрослые, надо вместе с ребятами каждый день повторять правила дорог и подавать положительный пример. О культуре поведения на дорогах напоминают не только инспекторы, но и сами дети. Соблюдение элементарных правил, сохранить жизнь и здоровье. Соблюдайте правила дорожного движения! Лилия Грифульна, Азад, Овлечен, Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова